Добрый день! Здравствуйте, мои дорогие партнёры! Пожалуйста, давайте мы проверим звук. Дайте мне, наверное, обратную связь. Потому что что-то я не вижу, как идёт трансляция. Не вижу, не слышу звуков, не вижу. Всё. Так, всё хорошо, всё пошло. Итак, добрый вечер. Сегодня мы продолжим начатый цикл вебинаров по дубликации. И будем рассматривать вторую задачу спонсора создания книги контактов. Меня зовут Любовь Фёдорова. Я являюсь региональным куратором Латвии и спикером по дубликации. Мы с вами уже рассмотрели первую задачу, постановку целей. Говорили о том, как мы правильно ставим цель, о том, как мы помогаем нашим партнёрам ставить цели, достигать их и в жизни, и конкретно в нашем бизнесе. И сегодня мы поговорим о том, где же брать этих партнёров в свою команду, как набирать команду, как работать с нашими знакомыми людьми, как находить новые контакты среди незнакомых, среди холодного рынка. Итак, можно сказать, поехали. Значит, мы знаем, что список контактов – это наш капитал, потому что у нас рекомендательный бизнес. И чем больше людей узнают о бизнесе, о возможностях участия в нашем проекте, от нас самих, тем, естественно, шире будет наша команда, лучше будет развиваться наш бизнес, и мы сможем больше заработать. Поэтому нам очень важно, чтобы этот список у нас был большой, чтобы у нас была большая группа людей, с кем бы мы могли поработать. И мы знаем, что, конечно, регулярно нужно его пополнять, приобретать новые контакты, знакомиться, обмениваться визитками и работать, работать, работать с этим списком. Но мы знаем, что многие бывают на разных тренингах, и первый вопрос, когда на эту тему у нас какой-то тренинг идет, первый вопрос, первое задание мы всегда получаем – написать 100 имен. И вот мы сидим, ломаем голову, где же нам взять эти 100 имен, и нам кажется, что нам негде их взять, что это нереально – сесть и написать сразу, вспомнить 100 своих знакомых людей. Но на самом деле это не так. У нас есть их гораздо больше. Может быть, нам это занятие не нравится, но оно действительно очень полезное, оно действительно очень хорошо работает, и этим заниматься стоит. Даже не то, чтобы стоит, а этим заниматься нужно для того, чтобы мы могли дальше развить свой бизнес. Сразу хочу сказать несколько статистических данных, что сколько бы мы людей не написали в этот список, скольких бы мы людей не обзвонили, скольким бы мы людям не предложили участие в этом бизнесе, мы должны быть готовы к тому, что 20, а то и 30 процентов нам обязательно скажут «нет». Они откажутся. Поэтому никогда не нужно от первых отказов, от первых «нет» терять какой-то настрой, терять мотивацию, терять, не знаю, настроение и желание дальше с людьми работать, звонить и с ними говорить. То есть все равно мы, как бы у нас все равно будут отказы, и мы должны быть к этому готовы. И второе, к 21 году у каждого человека есть примерно 200 знакомых людей. Поэтому, когда нам нужно написать в список 100 имен, мы не расстраиваемся, что мы сразу их не можем вспомнить. Сейчас мы поговорим о подсказках, которые нам помогут вспомнить людей. Мы все равно напишем 200, а то может быть и больше. Но 200 мы точно людей знаем, поэтому, когда нам говорят «напишите 100 имен», не нужно говорить, что «ой, у меня нет стольких знакомых». Они действительно есть. Смотрите, давайте попробуем так. Будем пробовать составлять список. В список мы пишем имена и любую информацию, которую мы об этом человеке знаем. Но даже если мы еще не знаем его номера телефона, не знаем e-mail, но мы вспомнили имя, мы имя записываем. Итак, первое. Мы можем начать с того, что запишем всех, кого мы знаем. И разделим. Ну да, то есть мы можем просто записать всех, кого мы знаем, и все. И начинать с этим работать. Полистать свою телефонную книжку в телефоне. Полистать, может быть, у кого-то остались телефонные книжки. Но в реальном исполнении, как записные книжки, блокнотики. И этого будет, может быть, для первого этапа этого будет достаточно для того, чтобы с этими людьми работать. Но есть и более интересный вариант. Мы, допустим, разделим на три сегмента свой список. Не знаю, на три листа мы это разместим. На три тетрадки мы это будем размещать. Потому что я сейчас вам скажу, почему хорошо работать с тетрадками. И разделим их на такие сегменты. Горячий рынок, теплый рынок и холодный рынок. Кто у нас будет относиться к горячему рынку? Естественно, это будут наши родные, это близкие, это все люди, которых мы быстро вспомним. Вот на вскидку сказали писать, и мы сразу начинаем их вспоминать. Это самые близкие друзья наши. Это те люди, с которыми мы очень часто встречаемся, общаемся, к которым мы можем позвонить и сказать, «Привет, как твои дела? Как у тебя прошла вчерашняя встреча?» Или на прошлой неделе мы виделись, и вы знаете, чем он должен был заниматься. И вы спрашиваете, как там что прошло, как здоровье близких. То есть люди, с которыми мы постоянно общаемся, которые мы знаем, что у них происходит, они знают, что у нас происходит. Также в горячий рынок у нас войдут люди, которые будут интересны нам. То есть мы понимаем, что есть частично люди, которые нам будут интересны. И мы всегда о них помним. Может быть, мы у них чему-то учимся. И точно так же люди, которым интересны мы. То есть кто в нас заинтересован. Кто к нам обращается за помощью, кто к нам обращается за каким-то советом, кого мы обучаем, кто в нас нуждается. То есть эти люди – это будет наш горячий рынок. Они всегда у нас в памяти, они всегда у нас, как говорится, на слуху. Это будет горячий. Дальше. Следующий у нас будет теплый рынок. Это будут те люди, с которыми мы иногда пересекаемся, с которыми мы иногда общаемся. Может быть, видимся раз в месяц, может быть, созваниваемся раз в месяц всего лишь. Но такие неблизкие люди, но в то же время люди, которых мы не отпустили, не забыли, которые не забыли нас. И когда мы позвоним, мы можем с ними поговорить и, допустим, вспомнить, о чем мы говорили месяц назад, когда мы встречались. Или где мы встречались. То есть это все равно не будут наши близкие друзья, но в то же время это будут наши знакомые. Нам всегда тоже будет о чем их спросить. И у нас всегда будет какая-то причина, какая-то зацепка для того, чтобы начать разговор с этими людьми. Таких людей у нас на самом деле очень-очень-очень много. Хотелось бы спросить, как вы думаете, каждый для себя, сколько у него таких людей? Что у нас с освещением? И, может быть, возьмите и сами напишите себе какую-нибудь цифру, как вам кажется, сколько у вас таких людей. И сейчас, когда мы пройдем через систему подсказок, как же вспомнить этих людей, вы увидите, что эта цифра, которую вы сейчас назовете, она будет намного больше. Она будет намного больше. А потом вы сможете ее сравнить с той цифрой, которую, допустим, вы сами себе назвали. А после вот этой системы подсказок, когда вы составите этот список, то сравните эти цифры. Итак, первая система подсказок – это по ассоциациям. С чем ассоциируются у вас определенные группы людей? Это, знаете, такая, как игра, немножечко можно в игровой форме, но когда вы идете по этим подсказкам, мне кажется, что даже если я сейчас буду называть каждую подсказку, у вас в голове, тут же в памяти будет возникать человек, который соответствует вот этой подсказке. Смотрите, допустим, знаете вы людей, у которых есть усы? Сегодня можно еще и сказать и про бороды. Да, очень много сейчас молодежи ходят с усами, с бородой. А может быть, люди у вас, среди ваших знакомых, есть люди, которые носят очки. А может быть, есть те, которые являются двигателями, которые любят быть услышанными, которые любят какие-то идеи подавать. То есть, знаете, когда мы говорили о психотипах, это такие звезды, которые любят говорить, быть в центре внимания, чтобы их слушали. А может быть, это есть, у вас есть люди, которые лысые или же, допустим, на сегодняшний день болеют. Кто-то может в больнице лежит, кто-то может быть дома болеет. Вот я сказала болеют и сразу вспомнила двух людей, кто на самом деле сегодня, именно сейчас болеет. Может быть, среди вас, среди ваших знакомых есть очень богатые люди, которые сделали какой-то капитал достаточно большой, уже будучи, допустим, знакомы с вами. Может быть, есть просто люди, креативщики, позитивщики, которые никогда не унывают, всегда улыбаются, такие, знаете, у них нет никогда проблем, но проблем, как говорится. То есть, человек всегда улыбается, всегда говорит, все в порядке, все будет классно. Или же, может быть, среди знакомых ваших есть спортсмены, такие люди, которые занимаются спортом, которые чего-то достигают. Может, любительский спорт, может, профессиональный спорт, может быть, просто, которые по утрам бегают, допустим. То есть, вот, вспоминая этих людей, мы просто записываем в списочек их имена. У меня сегодня что-то происходит с камерой, она реагирует на солнце, которое на улице. Поэтому, если вы меня не видите, то будем просто слушать. Так, дальше. Еще какие могут быть ассоциации? Да, это вот сейчас были такие, ну, можно сказать, такая группа ассоциаций, но немножечко их визуализировала, чтобы легче было понять. Да, но точно так же можете сами придумать по внешнему виду, да, и точно так же разделить на группы. Люди, кто классические, допустим, вот классический у них образ, есть какой-то более спортивный образ, есть кто-то, кто, может быть, там, по последней моде молодежный какой-то стиль, да, носит. То есть, допустим, вы начали вспоминать внешний вид, и тоже можно для себя разделить на группы, чтобы легче было. Также по чертам характера можно разделить на те же четыре группы, там, флегматик, холерик, сангвиник и... И кто там у нас четвертый? Короче, который очень активный. По национальности, по отношению к какому-то делу, по стилю одежды, по профессии. То есть, любые группы, любые вот эти ассоциации можно еще разбивать на более подробные группы, и тогда в каждой группе, ну, в обязательном порядке в каждой группе найдутся какие-то знакомые, которых можно написать в этот список. И, например, да, сейчас я приведу такие примеры, просто, опять-таки, те же ассоциации, да, возможно, мы знаем электриков, есть ли у нас, среди нас знакомые электрики, среди нас есть ли знакомые парикмахеры, продавцы. Дальше. А может, среди знакомых кто-то носит очки. Очки у нас уже были. Вот. Дальше. Очень полезно достать все хранящиеся визитки. У нас, на самом деле, сейчас, я думаю, у каждого очень много разных визиток. И среди них есть визитки наших хороших знакомых, прям вот мы очень близких людей, но у них там в силу своей профессии тоже есть визитки. Иногда они дают себе визитку, хотя, в принципе, у нас есть их номер телефона, но на всякий случай они не дают. Но точно так же есть очень много визиток, когда мы где-то побывали один раз. Когда мы один раз столкнулись с человеком, какое-то у нас было взаимодействие, он нам дал визитку. Во-первых, визитка нам сразу напомнит, кто он, что он и как мы где с ним сталкивались. Вот. А, ну, и с другой стороны, у нас всегда есть возможность начать первым разговор, да, там поблагодарить за то, что когда-то он нам что-то для нас сделал. Вот. И таким образом у нас может тоже завязаться разговор с человеком, как будто бы он нам совсем не знаком, да. Точно так же можно взять, полистать свои фотоальбомы, если еще у кого остались. Там тоже очень много есть людей, о которых мы уже забыли, вдруг мы увидим их фотографию, и мы вспомним. У меня было так, что я листаю фотоальбомы, буквально за один вечер нашла шесть человек, которым нужно было позвонить. И потом у меня, ну, я не знаю, это такая, знаете, стечение обстоятельств какой-то или что, или закон энергии так работает. Когда я человека вспомнила, прописала его имя, даже вспомнила, как его, фамилию его, потому что очень часто мы можем вспомнить имя, не можем вспомнить фамилию, да. И через какое-то время одного из них я встретила. Два номера телефона, я вдруг нашла свою какую-то старую записную книжку, два номера телефона я нашла в этой книжке. То есть я, в принципе, ну, и три человека у меня уже были в этих самых, в телефонной книге. Почему-то я на них совершенно не обращала внимания и не обзванивала, когда я начинала вообще работать с людьми. Не знаю почему, тоже ошибка, когда мы не звоним людям, думаем, что им, наверное, это не надо. А когда я увидела их фотографии в фотоальбоме, опять про них вспомнила, увидела, что у меня, оказывается, есть их телефонные номера. Вот, там в одном случае получился домашний номер телефона, которого сейчас уже, ну, который есть, там у родителей он остался. Но, тем не менее, все шесть контактов я восстановила, и со всеми шестью я уже поговорила. Двое из них уже подписались, поплатили, да, вот, а с остальными мы пока работаем. Но это было совсем недавно, когда я начала готовиться к вебинарам, когда я начала, сама увидела вот эти разного рода подсказки, я тоже решила ими воспользоваться, потому что что-то для меня было абсолютной новинкой. Я точно так же, как я выучусь, вот, это было абсолютно для меня новинкой. И я воспользовалась этим, и у меня получилось. Вот. Так. Едем дальше. Так что в телефонных наших альбомах, еще раз как бы хочу заключить, у нас действительно есть очень много подсказок. Вот. Дальше, следующая система подсказок, это воспоминания по ситуациям, то есть в каких ситуациях мы были. Ситуация, это так, обобщенно, да, но это может быть начальная школа, это может быть средняя школа, это может быть все, что связано с этими школами, да. Может быть, вы знакомы даже с людьми, которые были гардеробщиками, уборщиками у нас в школе. Вот. Точно так же это могут быть наши еще учителя, потому что я уверена, что многие из нас общаются со своими учителями. У меня, например, моя первая учительница, она была для меня как вторая мама. Она мне очень нравилась, я ее люблю всю жизнь, и всю жизнь поддерживаю с ней отношения. И потом так же получается, что поддерживаю отношения с ее детьми, поддерживаю отношения с ее внуками, да. Потом какие-то высшеучебные заведения. Нас тоже мы учились, мы все где-то учились, мы все где-то знакомились с людьми. Я вам скажу, однажды тоже у меня так захотелось мне просто вот попробовать составить список и вспомнить всех людей, с которыми я училась. Я училась в двух школах, у меня была отдельная начальная школа, она была в одном городе, а потом средняя была в другом, я переехала. И я начала вспоминать, скажу честно, начальную школу я не всех детей вспомнила, не всех детей из моего класса. А вот среднюю школу я вспомнила абсолютно всех учеников моего класса, я записала список, я даже визуально помнила, где, кто, за каким столом и с кем сидели. Это была очень такая интересная, можно сказать, мозговая задача для того, чтобы, как говорится, расшевелить свои мозги. Но это было интересно, мне самой просто было интересно, вспомню я или не вспомню. Я вспомнила абсолютно весь класс. Потом точно так же я уже свое педагогическое училище вспоминала, но там было уже легче, потому что это уже было наше взросление, и там все равно как-то в памяти больше осталось. Но, тем не менее, это очень интересная задачка для себя, и вы тоже видите, что у вас список пополнится на каких-то 30 человек точно. Дальше. Преподаватели школ и вузов. Я уже сказала, что мы со многими поддерживаем отношения. У меня как-то остались несколько преподавателей из средней школы, с кем я общаюсь. У меня два преподавателя из педагогического училища. У меня два преподавателя из института остались. То есть, ну, как-то здорово, что вот с этими людьми я осталась общаться. Может, я такая общительная, да, потому что я была еще старостой группы и в институте, и мне очень много приходилось сталкиваться с этими преподавателями. Кстати, у нас Рижский в Риге преподаватель института транспортной связи, в который я закончила, он завкафедры транспорта и логистики. И вот благодаря тому, что мы с ним все время общались, я ему рассказала о нашем транспорте, рассказала о нашем проекте. И он, как завкафедры, собрав все материалы, которые ему предоставила, и ролики всем, ну, все-все-все, он и на выставке был, когда в Риге была. Он сделал отдельные несколько тем для студентов, рассказывая о нашем транспорте. Совершенно официально. Транспорт, институт транспорта и связи, ТСИ, институт транспортной связи, он официально рассказывает студентам о нашем транспорте, как о чем-то новом, инновационном, что сейчас выходит на рынок. То есть студенты понимают и знают, то есть несколько человек у нас есть оттуда из института, которые подписались, являются нашими инвесторами, но сам факт хочу вам сказать, что институт абсолютно официально рассказывает студентам о том, что существует сейчас. И это благодаря тому, что у меня остался контакт с преподавателем вуза. Я у него диплом написала, и так получилось. Дальше, может быть, мы даже вспомним каких-то воспитателей своих из детских садов, куда ходили, может быть, наши дети, а может быть, кто-то и поддерживает отношения еще со своей воспитательницей, у которой он сам учился. Например, мои дети поддерживают, они уже один закончил школу, второй сейчас оканчивают, но они оба поддерживают отношения со своими воспитательницами, которые у них были. Поэтому это тоже плюс в наш список. Ну, естественно, наши семинары, тренинги, если мы где-то вот сейчас уже во взрослой жизни где-то учимся, там тоже у нас очень большое количество людей, с которыми мы общались, с которыми, может быть, мы уже подружились, если, может быть, даже общаемся, ну, уже более близко, как с друзьями. Это могут быть курсы по повышению квалификации, может быть, где-нибудь какие-то коротенькие курсы мы туда ходили. У нас, может, остался номер телефона преподавателя, который был на этих курсах, да, может быть, еще кто-то, кто с нами учился. То есть эти, можно сказать, воспоминания, вот эти вот ситуации, когда мы начнем вспоминать эту ситуацию, они нам обязательно напомнят каких-то людей, да. И немножечко так, можно сказать, в шуточной форме, я скажу, но просто хочу, чтобы вы поняли, что эти все ассоциации, они тоже могут вам помочь. Допустим, и их можете сами придумать сколько угодно, да. Допустим, клуб любителей кактусов или английских кошек, или коллекционеры, которые там всякие-всякие члены коллекционируют. Мы сразу вспоминаем, где и когда мы могли с ними сталкиваться. Вот, может быть, соседи по лестничной площадке. Некоторые знакомы с ними и дружат, и ходят друг к другу в гости, а некоторые даже не знают, как их зовут. И я думаю, что, может быть, это причина с ними познакомиться, сказать, что такое, мы с вами живем так много лет на одной лестничной площадке, и даже не знакомы, да, давайте с вами познакомимся. То есть вот уже все, уже завязался какой-то разговор, да. Или там соседи по даче, или соседи по санаторию. Вот отдыхаете сейчас в данный момент в санатории или собираетесь туда сразу раз на заметку. Так, мне нужно будет обязательно познакомиться с соседями, которые там будут рядом в комнатах, которые за столом со мной будут сидеть. Ну, и таким образом мы пополняем список. То есть мы можем вспомнить вот этих людей, эти лица этих людей, потом вспомнить их привычки, вспомнить их увлечения, что тоже нас может натолкнуть, опять-таки, на какое-то воспоминание, на какую-то ситуацию, да. Кто выгуливает с вами собаку утром и вечером, у кого есть собаки, сразу вспомнят, с кем они каждое утро здороваются и по вечерам. Вот. Кому недавно отправляли письмо, может быть, какие-то документы, может, что-то, вот реально нужно было отправить письмо по почте или по ссылку, или имейл какой-то писали. Да, вспомните. О, вот еще один человек в наш списочек. Вот. Путешествия. Это вообще тоже огромный такой, можно сказать, пласт людей. Сейчас мы стали больше путешествовать. Но давайте не будем брать последний год в расчет. Но до этого все-таки мы начали путешествовать. Мы много путешествуем, мы с очень многими людьми знакомимся. Даже в самолете можно познакомиться, и в самолете можно подписать. Скажу вам, многие знают эту историю. Кто не знает, скажу. У нас в компании есть один такой уникальный человек. Он был менеджером по коммуникациям. Сейчас он работает в Нигерии. Кристиан Вандер Вивер. Он сам из Голландии. Он настолько с легкостью сходится с людьми. Он настолько позитивный, открытый человек, что когда у нас в Юрмале было мероприятие, он приехал сюда на тренинг. У нас, по-моему, двухдневный тренинг здесь был. И он в самолете пока летел, он подписал кого-то, он потом рассказывал. И два дня мы жили в Юрмале, мы жили в отеле, и у нас на первом этаже работал фотограф. И он, значит, фотографировал гостей Юрмалы. Он почему-то был иностранец, он говорил очень плохо на русском языке. И мы были, нас там было 100 человек на этом тренинге. Два дня, точно два дня мы были, жили в этом отеле. И никто не подошел к этому фотографу, хотя все мимо него ходили. Кристин не только подошел, он его рассказал о нашем проекте, рассказал, почему здесь так много людей. И он его подписал в эти два дня, он его зарегистрировал в наш проект и подписал его к себе в структуру, понимаете. То есть путешествия и знакомства с людьми, они действительно располагают, я сейчас уже как будто бы говорю и о том, что у нас произошло, чтобы вспомнить людей, с которыми мы путешествовали. И тоже мне хочется сказать о том, что путешествие – это очень хороший момент для того, чтобы завязать такое знакомство очень легкое, очень непринужденное, потому что мы на отдыхе всегда раскрепощенные, мы на отдыхе отдыхаем. И когда ты в таком спокойном, умиротворенном, в эйфорийном каком-то состоянии, то тебе очень легко рассказывать о том, что тебя сделало таким счастливым, где ты заработал денег для того, чтобы путешествовать. И мы о проекте своем рассказываем не с такой целью, чтобы «вот, давай, иди сюда, здесь ты заработаешь», но каждый подразумевает «ага, он-то на мне тоже заработает». Нет, мы просто рассказываем, как тут хорошо, что мне помогло, как у меня это все получилось. Поэтому те знакомства, которые мы завели в путешествиях, они тоже нам помогают. Точно так же, может быть, у нас есть знакомые в других городах или странах. Это тоже очень здорово, потому что мы по скайпу можем сейчас сделать презентацию, мы можем эти ролики отправить, рассказать людям, которые находятся в других городах, особенно в странах, и представьте себе, когда вы подписываете в свою первую линию таких людей, то получается, что мы запускаем веточку в новую страну. Это тоже очень здорово. Я, например, даже не знала, как далеко ушли мои ветки, и однажды я решила посмотреть статистику по странам, которые есть вообще в моей структуре. И, знаете, я обалдела, когда я увидела, что у меня было на тот момент, это было у меня два года только, у меня было 16 стран, вернее, второй год только пошел, у меня было 16 стран в этой самой, в структуре. А сегодня, вот я 5 лет в проекте, 5, уже 6 год в проекте, у меня 32 страны. 32 страны в моей структуре. Я вообще знать не знаю этих людей, но, конечно, они где-то в глубине. Но насколько это здорово и полезно запустить эти веточки в другие города и в другие страны, а не только быть вот здесь среди своих знакомых. Потому что на самом деле мы сейчас говорим о списке контактов, и я говорю, вот, нам легко сейчас создать список контактов, но на самом деле легко все это сделать кому? Новичкам. Это новичкам сейчас хорошо делать, потому что они только начинают. А мы, у кого уже, кто уже несколько лет в структуре, но мы уже, конечно, всех своих знакомых перебрали, нам уже в этом плане сложнее, да, мы уже прошлись по всему своему списку. Единственное, что это система подсказок. Может быть, нам кого-то еще подскажет, да, опять какая-то новая ассоциация, и нам опять подскажет каких-то новых людей. Но очень здорово, если мы конкретно обратим внимание на то, что есть ли у нас люди какие-то вот в других странах и в других городах, потому что это очень большая польза для нашей структуры, получается. Вот. Ну, также, может быть, там какие-то праздники были, у нас была где-то свадьба, где-то какой-то банкет, и мы, оп, вспоминаем точно, я же там познакомилась с человеком. Мне же там дали когда-то визитку, и она так и осталась, а там у мужа в кармане в пиджаке там, да, надо посмотреть. Точно, я же там с кем-то познакомился. Вот. Поэтому вспоминайте и пополняйте свой список. И вот это мы сейчас говорили о горячем и о тёплом рынке. Тёплый рынок – это люди, с которыми хотя бы один раз, но пересеклись. Вот. И это только разогрев, потому что дальше мы переходим к холодному рынку. И холодный рынок, он, ну, огромный, он большой, он обширный. Потому что люди… что входит в холодный рынок? Это люди, с которыми мы не знакомы напрямую. Это поиск партнёров в тех местах, когда нам казалось, ну, точно, их там нету. Это выход из привычной какой-то нашей уютной, комфортной зоны. Всё-таки это выход на новые знакомства, это выход в какие-то новые зоны, новые территории. И это очень… это огромное пространство, оно совершенно безграничное, и оно очень эффективное. Допустим, если вы смотрели фильм «Ёлки», там было такое задание, там такая линия прослеживаясь про шесть рукопожатий. То есть через шесть знакомых, то есть я знаю кого-то, а потом кого знает второй человек, там потом кого знает этот третий человек, да, и через шесть рукопожатий можно пожать руку президенту. Там такая была стратегия в этом фильме, да. То точно так же мы можем подумать, что через других каких-то людей мы, например, точно знаем, ну, условно, конечно, знаем, да, мы можем найти знакомых, цепочку знакомых, которая приведёт к нам, например, к этому мужчине из Китая, чья фотография сейчас есть на слайде, потому что в обязательном порядке мы можем, кто кого знает, выстроить цепочку, ну, пусть у нас будет не шесть рукопожатий, да, пусть у нас будет сто шесть рукопожатий, ну, вот. Но в среднем, ну, в общем, можно сказать, что, по большому счёту, через холодный рынок, через других людей, весь мир – это наши знакомые. И завязать с ними разговор тоже совершенно несложно. Вот. Как мы составляем обычно, как мы работаем с холодным рынок? Это первое, это мы берём рекомендацию третьего лица. Это самое распространённое, это то, как мы реально, это наши первые шаги, которыми мы расширяем свою команду, да. У нас, получается, первая линия к нам пришла – это наши знакомые, и вторая линия – это уже у нас она практически выстраивается из знакомых наших знакомых, да. То есть мы с этим, это для нас привычно, мы с этим работаем реально очень много. Мы всегда говорим своему партнёру, возьми за руку своего знакомого, если сам не можешь, ко мне приведи, и я ему всё расскажу, да. Вот. Либо дай мне номер телефона, я ему позвоню. То есть либо в твою структуру, либо в мою, но по-разному. То есть мы, когда берём рекомендацию третьего лица, мы с этим работаем, и у нас получается. Вот. Дальше мы можем выходить на людей с конкретными какими-то интересами, да. То есть это что, как я говорила, там коллекционеры какие-то, какие-то клубы, спортсмены какие-то, может быть, хобби-клубы такие. Дальше можно использовать готовые списки имён. На сегодняшний день, наверное, в связи с тем, что всё больше и больше закрывается личная информация о людях, может быть, мы таких списков сейчас уже найдём минимально. Раньше, конечно, это было очень много. То есть это такие целевые группы какие-то в виде списков. Ну что на сегодняшний день, ну что мы можем? Брокеров мы можем найти, да, если мы хотим с кем-то работать, то есть, я думаю, есть в открытом доступе. Это могут быть маклеры какие-то, да, это могут быть преподаватели вузов и курсов. Если мы заходим на сайт какого-то института, там будет список преподавателей, мы можем с ними связаться. Вот. Мне подсказали, что есть имена, где-то печатаются у нас бизнесменов, которые банкротировали, которые закрывают предприятия. Если у нас такие списки есть, я прошу прощения, я их не проверила и не проверила, есть ли у нас такие списки. Вот. Но мне сказали, что у нас такие списки есть, то на самом деле компании, которые банкротировали, это очень хорошее для нас, Бизнес – это очень хороший, может быть, сказать слово «материал» не очень красиво, но это те люди, которые знают, что такое бизнес, которые умеют зарабатывать и которых мы можем заинтересовать своим предложением. То есть наше предложение может очень их заинтересовать. Поэтому это здорово, если мы на таких людей выходим. Также, может быть, люди, которые занимаются малым бизнесом. Вот, допустим, есть очень большие сайты, где продаются автомобили, там очень много контактных людей. И чем хороши эти люди? Это люди тоже, которые умеют зарабатывать, у которых есть бизнес, такая вот хватка какая-то. Поэтому такого типа люди нам тоже подходят. И, как правило, почему сделан акцент на автомобиле? Потому что если кто-то продает старую мебель, это одноразовые люди, это не люди бизнеса. Конечно, они нам тоже могут подойти, если мы научимся, сможем с ними как-то вот связаться и как бы наладить какой-то контакт. Но люди, которые продают автомобили, это их бизнес. Это люди бизнеса. Они точно так же знают, где, как можно заработать, и их может заинтересовать любое предложение, где можно хорошо заработать. А наше предложение, на самом деле, очень хорошее. То есть люди, которые сейчас ведут бизнес для того, чтобы жить сегодня и сейчас на те деньги, которые они заработают, они прекрасно понимают, что не всю жизнь хочется заниматься вот этой торговлей «купи-продай». Им тоже хочется сесть и отдыхать, и чтобы у них был какой-то капитал собранный, либо какой-то пассивный доход. Потому что, ну, просто сил не хватает, люди с возрастом просто устают. И наше предложение, когда мы рассказываем, что у нас есть перспектива заработка в долгосрочной перспективе, либо вообще-то получается пассивный доход, дивиденды – это что же пассивный доход? Что такое пассивный доход? Это когда мы проделали какие-то действия сегодня, а деньги получаем завтра, послезавтра и дальше, дальше, дальше. Но сегодня мы поработали. Так и здесь. Нам надо поработать пару лет, создать хорошую команду. И пока нам и команда будет приносить доход, ну и плюс, естественно, на этот доход, который нам дает команда, мы расширяем свой портфель и приближаем к 15, к завершению 15 этапа наш проект. И дальше у нас получается уже пассивный доход. Дальше. Это могут быть организации по интересам, то есть клубы автолюбителей, рыболовов, компьютерщиков. Может быть, кто-то в художественную школу ходит, может быть, кто-то в музыкальную школу ходит, на какую-то ритмику, гимнастику, я не знаю, фитнесы всякие. Это такие тоже, там уже люди у нас, пусть они все чужие, но это уже люди, с которыми нам легко заговорить. У нас есть какая-то общая тема. Мы пришли туда, значит, нас тоже интересует тема этого кружка, куда мы пришли, этой организации. У нас есть о чем поговорить. Мы можем легко с этим человеком познакомиться поближе, сойтись и потом рассказать о себе, друг другу, кто чем занимается, кроме того, что вот мы ходим в спортзал, на фитнес или на рисование, на художественную школу. То есть это тоже очень помогает знакомиться. И там сейчас мы можем даже вспомнить и выписать людей. Может быть, мы уже учились там где-то, и где-то у нас лежит визитка. Также посещение мест мероприятия, где можно познакомиться. То есть это даже такие вот краткосрочные такие-то ярмарки, не знаю, в бассейн мы сходили, там на семинар одноразовый съездили, может, на выставку сходили. Но мы там можем познакомиться. Поэтому что мы делаем? Мы всегда имеем с собой визиточки, обмениваемся визиточками, и потом, когда мы позвоним человеку, мы говорим сразу, где мы с ним виделись, откуда мы его знаем и откуда у нас есть визитка. Так что это несложно вспомнить. Точно так же можно прямо самому идти на контакт с человеком. Потому что мы инициатор знакомства, мы заводим разговор с человеком. То есть не нужно бояться выходить из зоны комфорта. Этот метод очень хорошо работает в незнакомых городах, в населенных пунктах, когда вам хотелось бы, вот, допустим, условно говоря, вы приехали, вы что-то ищете в этом городе, вы подходите к людям, спрашиваете, где что там, как пройти, как вам нужно найти какую-то организацию, какую-то контору. И вы спросите, вам расскажут, благодарили человека, спасибо, вы так здорово все рассказали. То есть это уже все, это уже маленький контакт, это уже можно заводить разговор, уже можно с этим человеком поговорить, можно попросить, может быть, даже не подскажете ли вы, я вот первый раз поделу в командировку в вашем городе, может быть, вы подскажете, какие у вас есть интересные места, что можно здесь посмотреть, куда можно сходить. Все, у вас уже завязался разговор. Человек слабо рассказывает. И здесь получается, что так как вы являетесь инициатором этого разговора, то вы можете этот разговор закончить как сами захотите. То есть если вы видите, что человек не отзывчивый, если видите, что человек нехотя вам рассказывает, и вы понимаете, что нет, у меня нет желания ему что-то дальше рассказывать, там о проекте приглашать или еще что-то, то есть переводить разговор на другую тему, то, естественно, когда он ответит вам на ваш вопрос, вы его поблагодарили, и все. То есть вы начали разговор, вы закончили разговор, и все, ничего не произошло, да, не захотели больше знакомиться. Вот, бывает так, что в парке вы можете подойти к людям, которые вот просто прогуливаются, видно, что они тоже никуда не спешат, что можно с ними посидеть, можно спросить о городе, можно спросить об этом парке, может быть, они даже сами изъявят желание, давайте мы тоже, вот мы сейчас гуляем, вот мы идем там туда-то и туда-то к фонтану, и пошли с нами, мы вам покажем, какой у нас тут есть большой красивый фонтан на площади. Ну, вот я так сейчас фантазирую, и все, и вот уже завязался разговор. Вот. У меня есть один знакомый, который говорит, что он специально, даже в своем родном городе, он, говорит, делал такой эксперимент, подходил к людям в парке и спрашивал. Он мне сказал, вы знаете, я вот приехал в командировку в этот город, у меня три дня есть, и что бы я мог за три дня посмотреть, расскажите мне то, и, говорит, задавал вопрос, и очень часто завязывался такой разговор. И было так, что вот мне все расскажут, и я, значит, это самое, получается разговор, получается, не получается, и так далее. Ну, значит, все, значит, не вводит. Вот. На самом деле он живет в этом городе, и он все знает. Просто, говорит, вот таким образом хотелось ознакомиться с людьми. Есть у него несколько человек, с которыми он, ну, тоже недавно практикует, и вот он такую вот историю рассказал, говорит, я убрал, вот так вот пробовал, и у меня вот так получалось. И у него было несколько человек, по-моему, он говорил, что в целом у него было шесть человек, которые полностью пришли к нему, в этот проект с ним вместе, ну, то есть разговоры вот эти, он заинтересовал этих людей, вот, и он потом сказал, так, ребята, сейчас на чистоту, я вам признаюсь, что я живу в этом городе, простите меня, я очень хотел вас, вот вы мне внешне понравились, я очень хотел вас пригласить в этот проект, я не придумал ничего другого, как вот таким вот образом к вам обратиться, и когда вы так здорово откликнулись, когда вы настолько оказались открытыми, что я вас решил пригласить, но он признавался, да, я однажды на вебинаре это тоже уже сказала, и мне в комментариях кто-то написал, зачем вы нас учите обманывать, я вас не учу обманывать, я просто говорю, какие бывают жизненные ситуации, и как можно поиграть с этими ситуациями, вообще человек не обманывал, он потом честно признался, он сказал, ну, я просто вот не мог придумать ничего другого, чтобы к вам обратиться, потому что по-другому, возможно, ну, подойду, спрошу, сколько времени, ну, не знаю, говорит, ну, не поверят же мне, что это правда, вот, мне хотелось какой-то разговор подольше, да, и вот спрашивал про какие-то красивые места в этом городе, вот, и еще хочу предостеречь, что если вы будете просматривать объявления, попробуйте по объявлениям, значит, тоже найти какие-то контактные данные людей, вот, то по продаже автомобилей – это бизнес, продажа животных, там, кто занимается, там, собакозаводчики – это тоже бизнес, да, кто продает, распродает какую-то старую свою мебель или еще что-то – это не бизнес, это какие-то одноразовые, но здесь тоже может завязаться, что-то может завязаться, но те люди, которые ищут работу с помощью объявлений, ищут работу, это очень инертные люди, на них лучше не тратить свое время, потому что это те люди, которые не сами идут и чего-то добиваются, которые ищут, а которые дали объявление, сидят и ждут, да, то есть на этих людей можно потратить еще много времени, энергии, и толку от них не будет, поэтому если таким образом выходить на холодный рынок, то лучше таких людей оставлять, ну, на самом-самую-самую последнюю, в последнюю очередь, чтобы с ними поработать, потому что это пассивные люди, да, это пассивные, а нам нужны активные, нам в команду нужны активные, потому что нам нужно и проект закончить, вот, как можно быстрее, в общем, мы ищем таких активных, так что способов очень много, они все работают, они все доступны, можно придумывать что угодно, я услышала такую фразу, типа, чем вы занимаетесь, я продаю образ жизни, сразу человек не понимает, так, подожди, что? Что вы продаете? А ну-ка вы подробнее, а это как? То есть, даже если вы так скажете, то вот такой вот ответ, он подразумевает, что люди вам будут задавать дополнительные вопросы, допустим, если вы скажете, я работаю в инвестиционном фонде, или я в инвестиционном бизнесе, я инвестирую, я живу за счет инвестиций, это такие слова, которые, ну, человек может быть думает, так, инвестиции для меня, это что-то очень сложное, нет, я, это слишком заумно, это не мое, а когда вы скажете, я продаю образ жизни, здесь уже любого человека заинтересует, как минимум вам скажут, подожди, а это как? Да, то есть, даже эта фраза может вас, ну, помочь вам завязать какой-то разговор с человеком. Дальше, еще есть один способ работы со своей телефонной книгой, где у нас есть теплые контакты, где у нас, которые мы тоже можем разделить на три категории людей, то есть, это мы сейчас берем конкретно теплые контакты, да. Первое, это люди, которые, на которых у нас есть какое-то влияние, то есть, это самое такое близкое наше окружение, которое прислушиваются к нашему мнению, которое просит у нас какого-то совета, которые, у которых, то есть, мы в авторитете, то есть, мы для них являемся авторитетными. И вы понимаете, что к таким людям можно прямо вот идти и прямо в лоб ему говорить, то сказать, слушай, я вот решил, ты знаешь, чем я занимаюсь, ты знаешь, что вот я вот там путешествовал туда и туда, это все благодаря вот этому моему бизнесу, мне сейчас нужно расширять команду, мне нужны сейчас люди, и ты знаешь, я тебе ерунду какую-то не предложу, я хочу тебе предложить бизнес, хочу, чтобы ты был в моей команде, потому что ты тоже хороший, ты тоже надежный, у тебя есть схватка, то есть, понимаете, мы разговариваем с таким человеком напрямую, и у нас есть такая группа людей, мы их тоже можем, даже из своего теплого списка, списка теплых контактов, мы можем выделить таких людей, спокойно с ними прямо вот так говорить, да. Дальше, вторая группа людей, это те, значит, к, как сказать, у которых может быть интерес, то есть, мы можем даже предположить, что у них может быть интерес к этому проекту, почему? Потому что, первое, это могут быть сетевики, в первую очередь, неважно, в каких они там были, компаниях, или даже находятся компании, у всех компаний, у сетевых, очень часто бывает так, что вверх-вниз идут эти показатели, вот, то хорошо, то плохо, и поэтому можно сказать, что, послушай, я знаю, что ты сетевик, я знаю, что ты умеешь с этим работать, я знаю, что у тебя такая большая команда, допустим, была, вот, я знаю, что там спад сейчас в вашей компании, ну, любые причины могут быть любые, вы их не придумываете, вы говорите то, что, ну, существует на самом деле конкретно у этого человека, вот, и вы говорите, слушай, давай я тебя познакомлю немножечко с нашей системой, у нас там есть, допустим, хорошая система обучения, у нас хорошая система поддержки есть, вот, у нас классный лидер, там верхний спонсор хороший такой, то есть можно к нему обратиться за любой помощью, за разъяснениями какими-то, то есть давай приходи, попробуй, да, то есть сетевикам, это будет интересно, и с сетевиками мы тоже говорим, им напрямую, потому что они в первую очередь вас спросят, какой маркетинг, да, то есть это мы тоже рассказываем, потому что мы знаем, что наша компания все-таки идет оплата, у нас, у нас эти элементы все равно сетевого маркетинга есть, вот, мы по рекомендации работаем, мы по приглашению работаем, да, и что там это скрывать, мы понимаем, что у нас есть многоуровневый, многоуровневая система бонусов, так скажем, вот, также это могут быть люди, кто хочет дополнительный доход, допустим, он говорит, вот я занимаюсь, у меня есть работа, но мне не хватает, и есть немножко свободное время, я бы хотел бы чем-то еще позаниматься, и вот мы знаем, что есть такие люди, и мы говорим, слушай, давайте вот это вот предложу, ты попробуешь, посмотришь, понравится, не понравится, там, либо для себя, либо, может быть, даже получится именно бизнес какой-то сделать, то есть ты говорил, что ты хочешь заработать, вот я тебе хочу предложить, да, вот здесь минимальное вложение, тоже рассказываем все плюсы, что у нас тут минимальное вложение, минимальный старт, также можем сказать, что в нашей компании нет ежемесячной активности, это большой плюс, когда мы приглашаем людей, потому что люди понимают, многие говорят, у меня нет денег, поэтому я не иду, это даже сетевой бизнес, и мы говорим, что мы же тебя приглашаем, чтобы ты мог там заработать, а у нас можно заработать, у нас можно сделать единичную инвестицию, и все, а бонусы ты будешь постоянно получать, да, то есть это вот люди, из которых есть интерес дополнительного дохода, да, и бывшие бизнесмены, о чем я уже сказала немножечко, да, кто уже разорился, кто просто закрылся, устал, вот, всякие причины бывают, но бывшие бизнесмены, они быстро схватывают, они очень быстро, им не нужно долго рассказывать, с таким человеком может быть, знаете, разговор очень короткий, давай я тебе расскажу, здесь внедряется, он такой, так, маркетинг, такой, ага, а как идет это, а как идет, а то, а все, а где можно посмотреть, а что можно посмотреть, а кто изобретатель, а дай фамилию, то есть вы можете даже не делать ему презентацию, человек, которого это заинтересует, он знает, какие нужно задать вопросы, и он их сам задаст, ну, и третья группа, это, можно сказать, все остальные, которые в нашем теплом списке будут, это все остальные, что такое остальные, это люди, с которыми мы звоним, говорим, и просто, просто предлагаем, как мы говорили, просто делаем обзвоны, да, планируем там несколько обзвонов в день, вот, приглашаем на встречу, и быстренько проверяем по основному побуждающему фактору, то есть, ну, в общем, по стандартной схеме, да, и если мы видим, что человек нам говорит нет, если он не хочет, не тратим на него время, то есть здесь мы просто работаем, как, ну, по сценарию, да, по обычному, по простому сценарию, вот, они могут быть, этот список может быть очень большой, к ним можно обратиться через социальные сети, например, да, делать какие-то посты, выставлять какие-то ролики, вот, а можно наоборот сделать хорошую свою страничку в таком бизнес-стиле, да, чтобы вся страничка наша была не, там, не знаю, какие-то там дети, внуки, а просто вот мы делаем страничку, где у нас идут ссылки, где у нас загружены ролики, где мы в путешествиях, где мы, где фотографии наши с транспортом, вот, и когда мы через соцсети обращаемся к своим старым знакомым, вот к этой группе, которая у нас остались остальные, да, привет, вот, нашел тебя, увидел тебя, так давно не виделись, вот в соцсетях случайно там, да, вот, как твои дела, как твоя жизнь сложилась, да, любые какие-то вопросы вы задаете человеку, но когда он, переходит на вашу страничку, то у вас вся страничка пестрит вот этими нашими фотографиями, это тоже может заинтересовать, и получится очень ненавязчивое такое вот общение, то есть человек может сам заинтересоваться, и сам может нас спрашивать о том, что это за фотки, а где это ты, а что это такое, то есть если это мы говорим о соцсетях, вот, если это люди из другой страны, то тоже неплохо, когда мы можем начинать с ними разговор, там, либо я был в твоей стране, вот у нас там был семинар, или еще что-то, да, там в твоем городе мы были, вот, либо мы собираемся туда, вот мы сейчас там проходим обучение, вот, и потому что это мы сейчас только сидим дома, все равно через какое-то время у нас наши все мероприятия, наши все конференции, все это опять возобновится, мы опять будем ездить друг к другу в гости, опять будем встречаться, и у нас опять будет возможность приехать в какой-то город, вспомнить, что у нас там есть знакомые, и может быть заранее написать, что я буду в твоем городе, давай мы встретимся, вот, и теперь хочу вам показать, как выглядит книга контактов мастера МЛМ, и то, что помогает в нашей работе, и очень хорошо, если у нас тоже будет такая книга, вот, ее хорошо бы расчертить, буквально на пять колонок, их не нужно делать очень, их не нужно делать очень много, пяти колонок хватит выше крыши, что мы делаем, что мы записываем, в первую колонку мы записываем порядковый номер, один, два, три, четыре, дальше мы пишем имя, фамилию, там отчество, смотря как мы человеку обращаемся, если это, может быть, наш преподаватель, может мы по имени отчеству к нему обращаемся, да, допустим, в России принято так говорить, во многих европейских странах отчество уже вообще не употребляется, поэтому мы записываем этого человека именно так, как нужно было бы обратиться к нему для того, чтобы это выглядело уважительно, конкретно для него. И дальше в третьей колонке мы пишем все контакты, которые мы знаем, где можно и как можно этого человека найти, то есть это может и номер телефона, это email, это WhatsApp, Viber, Telegram, все-все-все, где, в каких там мессенджерах он есть, то есть если мы о нем узнаем, если мы уже с ним начинаем общаться, мы выписываем все-все-все-все-все, в Skype, то есть мы, как можно сказать, создаем своего рода досье на этого человека. Дальше мы начинаем собирать о нем информацию, какая профессия у него, какой род деятельности, какие у него хобби, увлечения, все из разговора с ним прям конспектируем, когда мы с ним уже поговорили, мы понимаем, да, ему интересна была наша беседа, все, мы тогда его записываем в этот большой список, то есть сначала мы делаем короткий список, мы просто имена, 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 а потом дальше, когда мы уже с этими людьми разговариваем, прозваниваем, и те люди, которые проявляют хоть какой-то интерес уже, мы тогда выписываем их вот в такой список, вот в такую тетрадь, где мы фиксируем все-все-все данные о них, их прям вот реально сидим с ручкой и конспектируем, для того, чтобы нам всегда, во-первых, чтобы мы знали полностью информацию о человеке, что ему интересно, что ему не интересно, чтобы мы понимали, что у него есть семья, дети, внуки, тогда мы можем что-то предложить, сделав акценты специальные, потому что для многих это очень важно, например, наши пакеты студент и малыш, они очень были интересны для тех людей, взрослых, у кого были дети и внуки, потому что очень многие сделали своей молодежи вот такие подарки, поэтому мы записываем, чтобы мы понимали, как с этим человеком общаться, да, там дата рождения, знак зодиака, животные есть или нет, то есть все записываем, вот, это нам, это вся информация пригодится, и пятая самая большая колонка, у сетевиков это называется касание, да, это встреча с этим человеком, то есть мы первое, мы записываем, кто он и что он, где мы с ним впервые, допустим, встретились, познакомились для того, чтобы мы могли и начать с ним разговор, да, что мы с вами там-то и там-то и там-то, вот, потом сюда же мы записываем назначенные встречи, какую мы следующую встречу назначаем, где мы ее назначаем, какие-то договоренности о звонках, кто кому звонит, да, то есть не, ну ладно, давайте через неделю созвонимся, нет, мы договариваемся, давайте через неделю мы с вами созвонимся, во сколько вы сможете поговорить, кто будет звонить, как вам будет удобно, я вам буду звонить или вы мне позвоните, да, то есть если вы мне, вот, допустим, вы начали разговор, сошлись на том, что он позвонит, там в пять часов он вам звонит, вы сидите ждете звонка, и тогда вы говорите, а если вы в пять не позвоните, Я могу через минут 10 вам все-таки перезвонить, напомнить о нашем разговоре, да, то есть делать очень правильную договоренность, да, и все это в этой тетрадке фиксировать. Что это нам дает? Смотрите, я приведу вам пример моей записи в моей тетради. У меня тоже есть такая тетрадь. Она не очень большая. Там небольшой список, но вот запись моя, да, Иванова Тамара, день рождения 10 октября 79-го года, знак весы, психолог, частная практика, муж, двое детей, любят путешествовать всей семьей, есть у них восточноевропейская овчарка, участие в разных выставках, призер, два кубка, три медали. Познакомилась на тренинге личностного роста, я рассказала о своем роде деятельности, то есть я записала, да, что я сделала. Потом была у нас уже вот 10-го, а, ну вот у меня написано, да, 12-го августа познакомились на тренинге, и вот после этого я в какой-то момент ей позвонила. 10-го сентября, значит, мы с ней встречались, дала информацию, дала, подарила ей каталог, рассказала. Договорились, что я отправлю ей ролики, вот, и ссылку на следующий вебинар «Презентация технологии». Вот, пишу, созваниваемся через неделю, звоню я, да, что она будет ждать, я не жду, что мне позвонят, что я звоню. И обязательно ставлю себе пометочку «Позвони 10-го, у нее день рождения». Вот такие вот, примерно вот так вот, вот в этой тетради с людьми мы работаем. Поверьте, когда вы человеку звоните, поздравляете его с днем рождения, а ему кажется, что вы никак не могли знать, когда у него день рождения, это очень приятно. Это очень приятно, а вы, оказывается, просто были очень внимательны, и вы в разговоре услышали, она что-то там сказала, или он сказал про свой день рождения, да, и вы тут же себе зафиксировали это. Вот, почему я пишу про, вот я акцент сделала на то, что есть овчарка, что они участвуют в выставках, путешествуют, что собака – призер. Потому что эта женщина работает психологом, у нее частная практика, и она говорит, что только собака дает ей возможность отдохнуть от работы, и, как она говорит, отдохнуть от психов. Вот, что люди приходят со своими проблемами, там приходится все время быть в негативе, все время выслушивать, это и слезы, это и нервы, это все. И она говорит, что когда я ухожу со своей собакой на какие-то тренировки, когда я еду с собакой на какие-то выставки, для меня это настолько классный отдых, я настолько там заряжаюсь энергией, ее, то есть там детки уже взрослые, и она говорит, что как бы такого моего участия уже не нужно, и поэтому, говорит, я переключилась на собаку. Вот, и мне, говорит, здорово, потому что я радуюсь ее успехам, ее наградам и все остальное. То есть я поняла, что собака – это часть ее жизни, поэтому при встрече я знаю, что они на какой-то там поехали на какую-то выставку. Я, естественно, при встрече спрошу, как прошла ваша выставка, какие у вас успехи, что хорошего произошло. То есть она будет в хорошем настроении, она будет мне рассказывать о том, что она любит, о том, что ей нравится, о том, что ее заряжает энергия. И все, и у нас разговор будет классный. То есть это приятно и это, ну, не хочу сказать прям выгодно для двоих, да, но это очень здорово, потому что появляется вот такой вот позитив, и вот на позитиве мы продолжаем дальше разговаривать. Не потому что мы человека в хорошем настроении подловили и типа ему втюхнули что-то, да, нет, ни в коем случае. Просто на позитиве мы все, наша тема-то тоже классная, наша тема тоже позитивная, вот, и все, что мы делаем, это здорово, да. И когда встречаются два вот таких вот, две такие волны положительные, ну, получается, положительный взрыв, получается здоровская встреча, здоровский разговор с хорошим, естественно, результатом. Вот. Ну и, в принципе, как последнее, когда мы назначаем какие-то встречи этим людям, вот в этой вот своей большой тетради, да, нам же сложно потом ее листать и где-то искать, ой, на какое же число там у меня встреча. Мы тогда переносим в свой ежедневник, конкретно там понедельник, такое-то число, встреча, то есть мы сразу записываем встречу и в нашу тетрадь, условно говоря, досье, и в свой дневник. Встреча там с Татьяной и пишем там номер 18 из нашего этого, из нашей тетради, да. И когда мы в ежедневнике просто написали Татьяна в скобочках номер 18, встреча во столько-то, во столько-то, да, мы открываем свою книгу и смотрим, кто это, что это, вспоминаем этого человека, вспоминаем, что ему интересно, то есть прочитываем все, что у нас есть про этого человека, и мы знаем, как мы будем выстраивать уже нашу встречу и разговор на наши встречи, да. То есть мы всегда, как мы знаем, что разговаривая с человеком, при первой встрече что мы делаем? Первое – здороваемся, второе – делаем человеку комплимент для того, чтобы расположить и чтобы настроить на позитивную волну вообще нашу встречу и наш разговор. И вот тут нам помогают, конечно, наши тетради, чтобы мы и ежедневник не засоряем, да, и тетрадь, это не надо нам листать, где у нас вся информация о людях. Мы просто выписываем, поэтому нам в этой тетради обязательно нужен порядковый номер, а не просто имена. И по номеру мы находим быстрый человек. Ну и как бы в заключении хочу сказать, что с кем мы вообще начинаем работать, когда мы этот список создали, создали, да, написали его, и с кем мы начинаем работать, кому мы делаем первые звонки, с кем мы вообще стартуем. Это совет сейчас для новичков, кто только начинает создавать свою структуру, только учится работать с этими контактами, учится создавать этот список, будет учиться делать первые звонки, первые свои презентации. Очень важно, чтобы мы выбирали людей для своего старта, для нашего общего старта с ними, для старта нашей команды, открытых, позитивных, не знаю, активных, таких положительных, которые, знаете, готовы нам поверить, готовы поверить в всю информацию, которую мы говорим. То есть не будут там все во всем сомневаться, не будут нам задавать каких-то кадрных вопросов. То есть выбираем людей легких. Мы же сами, когда мы будем видеть этот список свой, который мы составили, мы же примерно, зная, допустим, горячий, теплый свой рынок, мы же уже примерно понимаем, кто есть кто, да, и делайте старт с легкими людьми, чтобы старт был легкий и чтобы работать было легко. И на вот этих легких людях мы учимся, мы практикуемся, тренируемся и дальше выходим уже на следующие, следующие люди, когда мы уже научимся работать с возражениями, когда будем встречать это сопротивление, мы сможем его погасить, мы сможем найти кучу, массу аргументов и все-таки переубедить человека просто тем, что мы дадим ему дополнительную информацию, дополнительные аргументы, да, но начинаем всегда с легких людей, с позитивных людей, и старт у нас будет легкий и позитивный. Всем вам желаю таких же людей в команды, желаю, чтобы все получалось, чтобы все получалось позитивно и легко. Я благодарю вас за внимание, по сегодняшней теме у нас все, до следующего четверга я с вами прощаюсь, и в следующий четверг мы поговорим о планировании. Мы будем говорить, как планировать звонки, как планировать свое время и управлять своим временем, да, о тайм-менеджменте, для того, чтобы мы были сами продуктивные, и чтобы вокруг нас были только хорошие результаты. Все, я с вами прощаюсь, всего хорошего и до следующего четверга.